Всем привет! С вами снова Мэфик. Я нахожусь в тихом ужасе. Там, где я сейчас стою, буквально две недели назад вода была выше, чем я. То есть вода упала сейчас, ну не знаю, метр на четыре точно. Не знаю, поможет мне это или не поможет, потому что травы, в которой обычно замигалов находится, больше нет. Остается каменистое дно, остается пологий спуск, то есть по сути это ущелье, где вода. Поэтому я не знаю, что сегодня будет, но будем пробовать. Сегодня я рыбачу со своим другом Александром опять, мы опять с семьями. Мы останемся здесь на ночь, может быть на две. Рыбу, естественно, мы берем, потому что хочется ушиться, хочется жарешечки. Соответственно, надеюсь, что-нибудь поймаю. Поехали! Ну и как вы уже поняли, я нахожусь на водохранилище Ценуэн. Дорога до него долгая, 350 километров в одну сторону. Именно поэтому мы остаемся на ночь. При подъезде к водохранилищу погода была хорошая, но как только мы пересекли гряду, правда прогноз погоды был благоприятный, но поволноваться пришлось. 40 минут серпантина, в кромешном тумане, и мы почти на точке. Да, кстати, забыл сказать, сегодня я буду ловить на мандулу. Я хочу попробовать разловить мандулу, на что чисто российскую приманку, чисто русскую приманку по змееголову. Мне это будет очень интересно, как она себя поведет. Так, ну что, поехали! Первый заброс. Наверное, я сделаю по-хитрому. Я не знаю, какая здесь глубина, не знаю, как чего. Попробую-ка я кинуть вдоль берега. Продолжение следует... Ах ты, поклёвка была. Так, ну вот как видно за моей спиной, это очень перспективное место. Во-первых, это заливчик, во-вторых, здесь глина, здесь не камни. Огнеголов, он обычно делает норы в глине, соответственно, к любому он здесь есть. Я буду кидать оттуда, по направлению, значит, к водохранилищу. Посмотрим, что получится. Друзья, обязательно облавливайте все точки рядом с вами. Ведь хищник может находиться буквально в пяти метрах от вас. Поэтому даже такое непримечательное с первого взгляда место может дать поклёвку. Полосач. Ну вот так, ну-ка, растушись. Голосатый змиеголов. Небольшой. Небольшой, но на коптение самое оно. Не стоит уходить с точки, даже если вы сделали на этом месте несколько проводок. Как видно, травы здесь нет, здесь глина. А значит, змиеголов, если не сидит на дне, то, скорее всего, он сидит просто в норе. Вода мутная, приманку не очень заметна. Мандула – это не воблер. Мандула, как и джик, не даёт такую сильную вибрацию в воде. Мандула, как и джик, не джик, не джик, не джик, не джик. Ох, какой хороший. Вот это уже, ну такой, 1,2 килограммчика где-то примерно. Хороший. Тем временем минуло полтора часа рыбалки. Я потихонечку иду по берегу, облавливаю перспективные места. Вода упала настолько сильно, что про отмели с травой придётся забыть. Условия, как видно, изменились, но, тем не менее, мандула работает. Вот он! Ах ты, сошёл! А, была поклёвка! Чешуйка осталась. Была поклёвка, да, осталась кишуйка. Ах ты! Ну вот, посмотрите, насколько сильно ушёл уровень. У меня в прошлый раз, я вот стоял вот здесь, вот на этом берегу. Вот эти две ямы. Ну вот. Вот там ещё одна яма, где как раз с меня сошёл он. Их тоже обязательно, наверное, облавлю. Но это такое. А пока иду дальше. Субтитры подогнал «Симон»! А вот те самые норы, в которых Змиголов и обитает. Охотится он, выходит на отмели с травой. И потом прячется вот в таких вот самолично построенных домах. Ну вот, а второй яма уполнена. Продолжение следует... Пятый час рыбалки и больше ни одной поклевки. Александр пробует разные приманки, пробует джик, пробует воблера, я же остаюсь на мандуле. Пытаемся обловить разные места, кидаем их в глубокие ямы, делаем проводки на отмелях, время нещадно и день подходит к концу. По пути в лагерь останавливаюсь на том месте, где я реализовал две поклевки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю сколько, ну два, за два точно, где-то двадцать, 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 двадцать половиной. Я посмотрю, в сумке есть ли я лиц, если есть ли я приезжу. Продолжение следует... Прощальный аккорд, как бы. Ну вот и все, сегодняшняя рыбалочка тоже на концу. Солнышко уже садится за горы, скоро начнет темнеть и мы собираемся в лагерь. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, будет еще интересней. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!